Здарова! И сегодня у нас IC. Это 2D экшен или слэшер, про анимешную девочку с катаной. Игра вышла почти месяц назад, а это значит, что уже не новинка. Так что же она делает на моём канале? Всё просто, я наткнулся на русский перевод, а если посмотреть в Steam, то там почему-то нет поддержки русского языка. Согласитесь, ситуация довольно странная, а я уже почти готов поверить в добрых эльфов. Итак, игра сделана на Unity. Графика простая, но приятная. Я, конечно же, видел картинку и получше, на том же самом Unity, но игра обладает чрезвычайно низкими системными требованиями, по сегодняшним меркам, конечно. Сюжет же можно разделить как бы на две части. Основную, в которой мы идём убивать Иуду, она изложена такими полунамёками, которые дают волю воображению. В общем, это достаточно атмосферно. И вторая часть, которую мы можем найти, лишь свернув с пути, который подготовил нам автор. Таким образом можно взбесить рассказчика, отыскать альтернативные концовки или даже поломать игру. Но не в прямом смысле, конечно. Это как вариант концовки, наверное. В общем, скучать не придётся. Геймплей же здесь просто ураганный. Лично мне понравилось сочетание скорости происходящего и тактики. Комбо ситуативный и простой спам нам не поможет. А в некоторых местах действительно придётся подумать над тактикой. Например, некоторых противников проще убить, не опускаясь на землю. И игровая механика это позволяет. В общем, я выбрал сложный режим, который на клавиатуре оказался действительно сложным. Ну да, такие игры лучше играть на геймпаде. А ближе к концу сложность возросла настолько, что я, по сути, игру-то не осилил. Нет, я, конечно же, прошёл её до конца. Но поиск эффективной тактики открыл мне огроменную дырищу в балансе. Такую большую, что будь она на жопе колготок, то получились бы носки. И заключается она в простом спаме кнопок О и Л. То есть у ворота и контрудара. А всё потому, что я поленился прочитать все прокачиваемые навыки и в результате, по сути, запорол свой билд. Ведь на последних строчках скрываются толщина и восстановление щита и прочей нужной вещи. В итоге у нас хорошая нетребовательная графика, неплохой сюжет и хороший геймплей, если не злоупотреблять дырами в системе. Вот и всё. Всем пока и подписывайтесь, если хотите узнавать о игровых новинках. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok